МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. 4 ноября 1612 года войны народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поляков, продемонстрировав при этом образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Считается, что именно этому историческому событию посвящен праздник, который отмечаем мы сегодня. По празднованию Дня народного единства высказывались разные мнения. Все они сводятся почти к одному – в целях отмены советского праздника Великой Октябрьской социалистической революции. Также отмечалось, что День народного единства – это воскрешенный государственный праздник, учрежденный 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божьей Матери приобретает статус государственного. С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Вот что по этому поводу думают наши десногорские жители. 4 ноября, я знаю, что День народного единства, но обычно в этот праздник мы не отмечаем никак. Раньше это было все, сейчас не знаю. Мы все жили в мире, не было у нас ни воин, ничего. 7 ноября, бывшая. А что для вас этот праздник? Это праздник, это Советский Союз, это салат оливье, это лимонад, это апельсины, если были, это сбор семьи и полный сбор за столом, это веселье, это праздник. Это праздник, а сейчас это не праздник. Некоторые политические деятели также высказывались о празднике. Их мнения по этому вопросу расходятся. Звучали слова и о том, что новый праздник не приживется в России и о том, что День народного единства имеет хорошие перспективы. Студенты Десногорского энергетического колледжа, координаторы волонтерского корпуса 70-летия Победы провели в школе классный час. В актовом зале второй школы собрались ученики пятых и шестых классов. На классный час их пригласили волонтеры патриотического корпуса, учащиеся энергетического колледжа. Темой лекции ребята выбрали празднование Дня Единства в России. Они рассказали об основных символах государства – гербе, гимне и флагах. В краткой справке сообщили об основных исторических фактах достижений и побед России в разные годы, а также о символике, связанной с этими событиями. Мы хотели приобщить их к знанию истории, преподнести им какие-то новые знания по поводу данного праздника. Было очень интересно, как рассказывали о гимне, флаге и гербе. Школьники активно отвечали на вопросы ведущих и показали хорошие знания о государстве России. С середины октября в прокат вышел мультфильм «Крепость с щитом и мечом» об осаде Смоленска. Главный герой – смелый мальчишка по имени Саша. Делает все возможное для того, чтобы помочь российским защитникам, охраняющим Смоленск во время осады города польскими войсками. В итоге юный смельчак становится помощником воеводы и участвует в боях. По мнению создателей, этот фильм будет интересен не только детям, но и взрослым. На оперативном совещании председатели комитетов и руководители муниципальных служб города подвели итоги минувшей недели и определили задачи на текущую. Рабочая неделя прерывается государственным праздником – Днём Народного Единства. А праздничные мероприятия, посвященные религиозному празднику Казанской иконы Божьей Матери, у нас будут организованы с 5-го числа. По итогам проверки с участием Ростехнадзора, наше муниципальное образование получило акт готовности к зиме. Акт готовности к зиме Лесногорск получил не только первым инвестиционным, но пока единственным. Обо всех мероприятиях, запланированных на совещании, мы обязательно расскажем в наших информационных выпусках. Смоленская АЭС готова пройти проверку на право называться лучшим предприятием атомной отрасли по производственной системе «Росатом». Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров одобрил ПСР-проекты смоленских атомщиков во время визита на атомную станцию 31 октября. В Смоленской области пенсионеры получат надбавку. Для них на начало следующего года прожиточный минимум будет 8634 рубля. А по стране этот показатель составит 8803 рубля. Уже сейчас можно сказать, что в 2016 году доплата к пенсиям будет предусмотрена примерно для 46 тысяч пожилых смолян. Престольный праздник Десногорского собора всех скорбящих радость будет отмечаться 5-6 ноября. В четверг, 5 ноября, в 16.00 – сеночное бдение, а в 18.30 – праздничный концерт в зале «Нейтрино». Вход свободный. Утром, 6 ноября, в 8.00 – десногорцы могут принять участие в водосвятном молебне, а в 9.00 – в литургии и крестном ходе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – десна-тв.ру. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова